Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня также постараюсь ответить на ваши вопросы, и в этом ролике расскажу о боли в спине, расскажу о лимбаге, о замороженной спине. Постараюсь таким доступным путем, чтобы это было понятно, объяснить, в чем специфика, и рассказать о том, как бороться с этой проблемой. Замороженная спина – это термин, который очень популярен, который активно используется нашими западными коллегами. Боль в спине в целом – это огромная проблема современности, потому что огромное количество обращений – это то, что ежедневно мучает почти каждого из нас. Особенно в тех случаях, когда это такая невыносимая боль, которая мучает нас даже по ночам. Это то состояние, которое может делать нас нетрудоспособными. Поэтому очень популярное направление, очень такое заболевание, которое не может быть и не может решаться очень таким простым путем. Поэтому в целом поговорим о специфике. Одним из очень частых таких признаков и причин боли в спине является такой болезненный спазм околопозвоночных мышц. Во всех своих роликах я не раз говорю о том, что боли в спине – это та проблема современности, которая связана именно с гиподинамией, с малоподвижностью. И очень часто в своих роликах я говорю о том, что 80% всех тех причин вот этой боли в спине – именно проблема мышечного характера. Специфика такой боли, чтобы вы смогли отличить ее от других – это такая вот тянущая боль, глубокая боль, это такое болезненное напряжение, чувство такой вот ломоты. Это именно вот такой эффект давления. В чем специфика? Усиливается при наклонах вперед и в стороны, усиливается тогда, когда вы, например, поднимаетесь по лестнице или встаете с стула. Очень часто пациенты жалуются на прострелы. Довольно-таки часто такую симптоматику путают с грыжами диска и с вот этой корешковой патологией, когда пишут о том, что это проявление грыжи диска, сдавливается корешок. На самом-то деле, довольно-таки чаще это все-таки вот такой болезненный спазм околопозвоночных мышц. В этих случаях действительно в помощь нам придет диагностика. Это, конечно же, МРТ для того, чтобы выявить грыжу диска. И благодаря этому обследованию мы поймем, есть ли компрессия действительно корешка. Для такой же дополнительной диагностики, конечно же, используется пальпация. В чем преимущество этого метода? Вы можете самостоятельно себя пропальпировать. Достаточно расслабиться, можете принять положение лежа и пропальпировать ту болезненную зону в поисках максимальной болезненности. Возможно, вы найдете даже определенные участки, точки, которые вызывают большую болезненность. Пальпацию применять может и сам пациент. Очень часто мы пользуемся этим самостоятельно во время сбора того же анамнеза, осмотра. Используем пальпацию для уточнения. Правильно поставленный диагноз – это залог уже правильного, эффективного лечения. Для того, чтобы правильно понимать, где пальпировать, что пальпировать, конечно же, нужно изучить, хотя бы просто наглядно, анатомию. Понимать, какую функцию выполняет эта группа мышц, эти мышцы. Если сокращение с двух сторон – это процесс разгибания позвоночника. Если сокращение с одной стороны – это сгибание и наклон в сторону. Но будьте очень внимательны, это сгибание и наклон в сторону в противоположную сокращение. Поэтому в этом тоже есть определенная специфика. Этой спецификой вы будете пользоваться, когда будете решать эти проблемы и использовать тоже постэзометрическую релаксацию. К примеру, те же методы ишемизации, о которых я не раз уже тоже рассказывал в своих роликах. Что может быть причиной таких состояний? Потому что все спросят, почему это происходит. Все просто. Астехондроз может влиять на это. Чаще всего всевозможные перерастяжения этих мышц. Травматизация во время поднятия тяжестей, что очень часто. Быстрые и в особенности неловкие повороты. Очень часто длительная такая вот позиционная нагрузка. То есть, когда это офисная работа, работа за компьютером. Также всевозможные быстрые движения. Когда вас быстро позвали, вы быстро повернулись, или вы хотели что-то быстро выполнить, это приводит к травматизации мышц мышечных волокон и дальнейшим воспалительным процессам, болевым изменениям. Что эффективно помогает? Растяжение. Растяжение. Если вы делаете и выполняете регулярную лечебную физкультуру, как минимум, есть три способа растяжения, которые дают хороший результат. Когда вы обхватываете руками голову и тянете, когда вы обхватываете ноги двумя руками, и противонаправленные движения. Когда поворот еще в одну сторону происходит, ноги мы поворачиваем в другую сторону. Все эти упражнения есть в своем доступе в интернете. Огромное количество. Врачи лечебной физкультуры показывают наглядно. Также на моем канале есть огромное количество методик для работы с мышцами спины. Не только поясничного, грудного, шейного. Есть целые ролики по типу здоровой спины, где все это наглядно показывают. Поэтому регулярная работа и растяжение. Во-первых, предупреждают такие нарушения. Во-вторых, это лечение. В остром периоде это щадящий режим, но залеживаться нельзя. Это будет профилактикой застойных процессов. Когда острую симптоматику вы сняли, вы приступаете к лечебной физкультуре, укреплению мышечного корсета. Очень важно правильно подходить к фитнесу и к физическим нагрузкам. Для этого нужно перед нагрузкой физической правильно выполнять разминку и по длительности соблюдать эту норму. Минимально минут 15-20 делить на разминку. Правильные и грамотные врачи лечебной физкультуры и правильный инструктор даже акцентируют внимание на то, что разминаться вы должны больше, чем выполнять какую-то физическую нагрузку, физическое отягощение. Поэтому это правильный и хороший совет. Если это острое состояние и болезненность настолько выражена, что вплоть до ограничения движений, нужно обратиться обязательно к врачу. Здесь препаратами выбора будут и нестероидные противовоспалительные, которые вам знакомы, и меврелаксанты, то, о чем я уже не раз говорил. Методики и стандарты ведения таких состояний, они схожи. Есть специфика по тем методикам, которые вы будете использовать в лечебной физкультуре, в мануальной терапии, в зависимости от той мышцы, которая вас беспокоит. Сроки лечения лекарствами должны быть минимально короткими. Минимально короткими. Вы сняли обострение, а дальше уже работа, направленная на такое вот лечебное физкультурное восстановление. С использованием тех же мануальных практик. В остром состоянии прикладывать холодное. Не рекомендую острое состояние сильно греть. Избегать, конечно же, наклонов вперед. Использовать корсеты пояса. Если все это неэффективно и не помогает, не занимайтесь самолечением. Обращайтесь к специалистам. Будет грамотный подбор лекарственных препаратов, возможность выполнить тоже медикаментозную, локальную лекарственную терапию в блокаду, которая весьма эффективна в этих случаях. Также, как дополнение к лечению, используется и глорефлексотерапия. Используется физиотерапия. Их тоже очень много методик, и они весьма разнообразны. И если грамотно подобрать физиотерапию, весьма эффективны. Я надеюсь, у меня получилось ответить на ваш вопрос. Если у вас есть более какие-то конкретные вопросы, вы можете или даже дополнить меня ниже в комментариях под видео. Поставьте лайк, поделитесь этим роликом в социальных сетях. Всем спасибо. Встретимся в следующем ролике. Всем пока.